То есть идея какая? Если человек не развитый, то он должен работать там, где может, и параллельно работать над собой. Он должен развиваться как личность. Допустим, ко мне один человек подошел, он говорит, я работаю в Гербалах, тогда еще было, и просто людям распространяю пищевые добавки. А я хочу быть инструктором йоги. Что мне делать? У меня на йоги никто не приходит. Я говорю, ты просто развивайся как личность сам, учись молиться, работай над собой, и продолжай работать в Гербалах. Придет время, и ты увидишь, как в какой-то момент в твоей жизни ты сможешь уже потянешь вот эту деятельность, и ты сможешь там зарабатывать деньги. Понимаете, да, о чем я говорю? Не то, что ты вот решил быть инженером там, и как бы, чтобы ты жил на одну зарплату, такой пригляд есть. Ну, то есть, надо вот это понять тоже. Надо вот это понять, что сначала, если ты недоразвит в своем направлении, то надо сначала развиваться духовно и работать над собой, самосовершенствование включить, а потом, и при этом устроиться там, где можно, а потом уже дальше. То же самое для девушек, допустим, мама-папа не кормит, денег нет, замуж не вышла, что делать? Искать себе работу. То есть, смотрите, уступка опять же получается. То есть, сначала семья для женщины, потом работа. А нет возможностей. Недоразвита замуж никто не взял. Никто вот в молодом возрасте замуж меня брать не хочет. Вот. Значит, идем работать. И развиваемся как личность. Развитие как личности означает сначала молитва, потом работа над собой. И это раскрывает цветочек. Цветочек начинает расти, и потом раскрывает. Цветочек раскрылся, проблем уже нет. Вот когда цветочек раскрылся, человек сформировался как личность, сильная личность. Проблема уже все. До свидания, все проблемы. Дальше уже все нормально будет в жизни. Женщина сразу выходит замуж, мужчина сразу находит свою работу, и ему там деньги платят. Все само собой будет течь правильно. Но до этого момента знайте, что движущей силой является духовная жизнь. Потому что нужно, чтобы чем-то поливать корень дерева, чтобы этот цветочек рос. Некоторые люди думают, что движущей силой является сама работа. Это тупость. Допустим, я хочу быть начальником, движущей силой будет являться мое пребывание в этом положении. Что я учусь руководить, и я буду лучше руководить. Это хорошая логика, но она не работает. Потому что для того, чтобы ты лучше руководил, тебя нужно поливать чем-то. Пылесос в ракетную установку не превращается сам из себя. Нужна какая-то сила. Нужно вложить какую-то энергию. Ну, то есть человек может быть и думает, что он вот просто то, что он работает, вкладывает энергию, на какой-то этапе он застрянет. Он уже не сможет руководить, потому что силы не хватает. Я приведу вам пример, что такое это сила. Вот если сейчас сюда зайдет какой-то серьезный, допустим, руководитель города вот этого. Ну, то есть человек, имеющий власть. И он пойдет вот сюда на сцену, то я стану ниже, и вы тоже. Знаете почему? Прижмет к земле. Знаете почему? Потому что у него, от него исходит такая сила. И с этой силой ничего не сделаешь. Ему не надо документ показывать будет. Ему не нужно будет показывать документ. Он просто зайдет и зайдет на сцену. И этого будет достаточно, чтобы все прижались к земле. Я разок в этом читал лекцию в милицейской академии в Краснодаре. Один подполковник, милиционер, он слушал мои лекции, говорит, давай, говорит, милиционерам, почитай. Я говорю, ну не так надо. Они такие несчастные. Я говорю, давай попробуем. Собралось 500 человек милиционеров. Там, как они, на обучении были. Я, когда туда зашел, вот так вот дверь сбоку была. Я захожу в эту дверь, и адъютант кричит, встать! Встали. Раз, колени подкосились, пошел, короче. Сажусь на сцену, говорю, сесть! Все сели и уперлись у меня вот так. Мне, когда один милиционер упрется, мне уже плохо. Тут 500 человек. Такие уперлись у меня. Адъютант подбегает, у вас 40 минут. И так, как бы, и так читаю, ничего не работает. И тогда я понял, что, я понял природу, как бы, начал рассказывать про планету Марс, что она связана с, ну, с храбростью человека, вот это вот. И милиционеры имеют очень сильную эту энергию, это Марса. И говорю, планета Марс, она связана с храбростью, силой человека. И также она связана с половыми функциями. Все так, раз, два, два, три. Как Ленин в октябре, знаете фильмы, товарищи. Так вот. Когда я начал рассказывать, что когда человек жестоко относится к другим людям, то у него импотенция развивается. Это был фурор. Сразу начал слушать меня очень внимательно, очень серьезно. А до этого момента они вот этой властью, силой власти меня придавили, просто сплющили все вместе. Я вот реально почувствовал вот эту вот, ну, как от человека исходит сила, что такое сила человеческая. Реально на себе почувствовал, потому что это есть, это никуда не денешься, понимаете. И вот для того, чтобы понять принцип развития, надо эту силу в себе взращивать. У кого-то сила ученого, у кого-то сила правителя, у кого-то сила бизнесмена, у кого-то сила просто творческого человека. Эта сила взращивается с помощью духовной энергии, молитва, работа над собой. То, что дает возможность человеку расцвести, стать сильной личностью, по-женски, по-мужски.